А эпидемиологи, наоборот, считают, что морозы помогли хоть немного остановить распространение ОРВИ. Ситуация в республике по-прежнему сложная, но число заболевших, во всяком случае, в Абакане пошло на спад. Однако есть другая проблема. В этом году врачи фиксируют большое количество серьезных осложнений. Обо всем по порядку. Виктор Лушников. У вас император есть? Колл-центр Абаканской поликлиники на этой неделе работает с полной загрузкой 300 звонков в понедельник. Сейчас люди обращаются пореже, до 200 раз в день, но и это значительно выше средних значений. По адресам направляют участковых терапевтов, помогают бригады неотложной помощи. И, как правило, в кабинет к врачу пациенты попадают через несколько дней. Сейчас в коридорах относительное затишье, но медики столкнулись с другой проблемой. Люди занимаются самолечением, советуются с интернетом и запускают простуду. Обращаются медицинской помощью, когда развивается уже осложнение со стороны других органов и систем. Но на фоне гриппа, который сейчас есть, это наиболее актуально, пожалуй, это осложнение со стороны органов дыхания. Такие серьезные заболевания, как пневмония. На сегодняшний день наш стационар заполнен такими пациентами. На прошлой неделе эпидпорог Хакасии был превышен в два с лишним раза. Более 7 тысяч заболевших. Всего за несколько дней половина из них дети. Поэтому рекомендация санитарных служб объявляет в школах и отдельных классах карантин, если заболела пятая часть класса или группы. И вторая рекомендация перед занятиями обязательный санитарный фильтр. Вчера у кого температура была? Нет. Горлышко у кого болит? Нет. При любых сомнениях ребенка отправляют домой. На посещаемость повлияли и морозы. Например, в трех корпусах Усть-Абаканской школы из 1800 учащихся сегодня в классы пришли не более 70 человек. Как правило, это ученики 9-х и 11-х классов. Мы 9-й класс, выпускники. И нам пропускать уроки не очень хорошо. Ну, уже четвертый день. То одни приходят, то другие по очереди. Дом надоедает сидеть детям. Вот они по привычке идут в школу. Хотя на улице как было холодно, так и есть. Уже неделю закрыты на карантин все школы Черногорска. Дети переведены на дистанционное обучение. Учителя задают своим подопечным задания по интернету, по математике и русскому языку практически каждый день. Нам нужно будет проверить весь материал, который мы им задали за эти 10 дней. А нас, как на учителя, нагрузка лежит огромная. Тишина в коридорах черногорских школ будет еще как минимум до понедельника. Продлят карантин или нет, станет известно завтра, когда эпидемиологи соберут полную информацию о ситуации в республике. Виктор Лушников, Дмитрий Симонов, Вестихакасия.